Наши сердца с тобой, и ты должен знать, что ты не один. Но, должен сказать, признать, завораживает. Да. Итак, пресс-конференция компании Microsoft стартовала только что. Модная сцена, красивая. В этом не откажешь, дизайн действительно впечатляет. И шрифты, и подсветочка, и сама сцена. И, по всей видимости, презентация новой коробки. Xbox One Slim Edition. Или я ошибаюсь? Она пришла к нам прямо из космоса, судя по тому, что сейчас происходит. Xbox One S. Зацените, в белом исполнении. Она стала тоньше. Она стала быстрее. Я угадал. Так. Ещё тоньше. На 40% тоньше. Ты посмотри, насколько она меньше стала на 40... Это же просто... 2 терабайта. Помнишь, как ты по Москве таскал этот Xbox, когда мне отдавал? Да, помню. Никогда не забуду. Не напоминай. В каждой дырке Xbox по машине и ножу. Обалдеть. И показывает нам отрывки Gears of War. Поддержка разрешения вплоть до 4К. 4К? Можно смотреть сериалы. И новый геймпад, который не будет выскальзывать из ваших рук. Вы сможете играть даже из своего туалета, потому что зона действия была увеличена. Слушай, ну боже. Теперь это действительно достойный конкурент у PS4. Посмотрим, что Sony покажет сегодня. Я думаю, что они тоже должны показать PS4. Ещё меньше. Ещё меньше, да. Ещё меньше. Ещё тоньше. Ещё больше дырек. Ну, невозможно спорить всем, что оригинальный Xbox One был отвратительный. И вот нам представляет новый за... Буквально за копейки. За 299 долларов. Я имел в виду не отвратительный как консоль, а именно без исполнения. Он был большой, неудобный. И игры в нём были и сериалы в 720. Это прошлый век. И, наконец-то, это изменилось. Всех приветствую, ты зрителей в зале, и зрителей в прямом эфире. Рассказывать нам про новую консоль, про, соответственно, новые фишки в онлайне. И, конечно же, про новинки игровой индустрии. Про игры мы сейчас будем говорить. И поприветствуем главу Microsoft. Мистер Фергюсон. Всем привет. Всем привет. Так, новая программа от Microsoft. Play Anywhere. Сейчас нам расскажут более подробно. Игры, в которые можно будет играть на приставке и, соответственно, под управлением операционной системы в Windows 10. Да. Как там эта программа называется, которая вместо Steam'а? Которая Quantum Break и Forza вышла. Ну, я думаю... Ну, на Windows он как-то по-другому называется. И заявлена поддержка кросс-платформной игры. То есть вы сможете играть на ПК с вашими друзьями, у которых Xbox One, например. И заявлен новый режим, Horde 3.0 для игры Gears of War 4. Если вы, конечно, поставите Windows 10, сможете запустить Gears of War 4 на компьютере. И найдете друга с Xbox'а. У тебя есть один урок с Xbox'а. Я не буду ставить Windows 10 ради этой игры. Лаура Бэйли. Как-то разлучки. Боже мой, какой голос. Ты, что ли, поработал? Да, ну перестань не лезти мне. Я не могу проверить. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА С accessи! Да, и у нас будет отмениться. Уже у нас, что-то, 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 что-то. Нет, если мы не сможем найти Реда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, добрались мы до логова. Наверное, его нужно заминировать. Дабы перекрыть доступ врагу. Или я ошибаюсь? Нет. Напоминает нам, что игра выходит на Xbox One. Так что вы сможете поиграть в новых гирзов на персональном компьютере. В случае, если у вас установлена операционная система Windows 10. Ну, я, впрочем, действительно подумал о том, чтобы поставить Windows 10. Что касается Xbox, то я пока после вот этого, увиденного сейчас, убежден только на 75% в том, что мне необходима эта консоль. Будем смотреть дальше. Но если раньше я думал, что покупать ее не стоит вообще, то теперь я под впечатлением, Денис. Под впечатлением от новой консоли или игры. И консоли, во-первых, ну, меня всегда интересовала поддержка 4К на консолях. И я все ждал, когда это, наконец, введут. А во-вторых... Так придется тебе тогда твой монитор, который ты отдал не так давно, возвращать. Я его, я его оставил себе и отдал пластырь. Пахло, молодец. Все правильно сделал. Взять и фишки, что мне нужен. Как раз-таки. Нужна консоль, которая будет использовать. Мы получаем мою мать. Ну, не знаю, не знаю. Выглядит весьма неплохо. Весьма неплохо. Надо будет ознакомиться с этой серией чуть поближе. Подожди, это еще не все. Да. Добро пожаловать домой, Джеймс. Да, это все еще Gears of War 4. 11 октября. Игра выходит. Я понимаю, это герой первый еще самой части. Поэтому это и вызвало такой резонанс в зале. Так, и демонстрация то ли нового геймпада, то ли новой игры. Нет, это, наверное, эксклюзивное здание Gears of War 4, которое вы сможете приобрести. Пока неизвестно за сколько. В комплект войдет вот этот вот прекрасный геймпад. Поцарапанный. Элитный геймпад. И теперь мы поговорим про игру Killer Instinct. На сцене Community Manager. Спасибо всем игрокам, которые играют в нашу игру. 7 миллионов человек. Самая популярная игра, самый популярный файтинг на Xbox. И мы абсолютно взросли, что после этого 2,5 миллиона матчей были играны между игроками на Xbox One и Windows 10. 2,5 миллиона матчей было сыграно на ПК и на Xbox. Рассказывают нам про персонажей данной игры, которых они добавляли с DLC. И вот, видимо, нас также ждут новые персонажи. Xbox One и Windows 10 эксклюзивные. В игру также можно играть и на приставке, и на ПК. Насколько я понял, они решили вести персонажей из Gears of War в Killer Instinct. Но сейчас это популярно. Введение персонажей из кино, из других игр. Да, вспомнен тот же Mortal Kombat. Да, действительно, ты был прав. Персонаж из игры Gears of War. Генерал Рэл. На самом деле забавно. Я немного отвлекусь. Я не знаю, много ли у нас фанатов Killer Instinct в стране, но я всегда знал эту игру как Fighting с Super Nintendo. Помнишь там, где он и появился? Я всегда думал, что права и на Killer Instinct, и на, например, героя из Battle Tots. Они должны Nintendo принадлежать. Но, оказывается, уже Microsoft этим всем занимается. Ну, здорово. Значит, есть такая возможность. К сожалению, у нас небольшое Fighting Community. В основном люди, если играют, то в Mortal Kombat, но, насколько я знаю, на Западе Killer Instinct, Street Fighter, очень популярная дисциплина. Так, ну и что же? Киберспортивный, я бы даже сказал. По всей днести мы в Австралии с тобой? Возможно. Вот теперь можно ставить шмайлик Дрейка. Ага. Гоночный симулятор. А может быть, игра про трансформер? Вдруг это машины... А, нет, всё, это гоночный симулятор. Ну, это форца, очевидно. Не будет. А нет, подожди, я готов с тобой поспорить. У меня просто задержка небольшая, я уже заметил. У меня только сейчас баги появились до этого. Была спортивная машина, действительно. Ну, давай помолчим. Музыка красивая. Ты знаешь, я увидел любимую Subaru и BMW и уже готов к этому эксклюзиву. А мне трек очень нравится. А с это Корса, что ли? Да, Форза Хорайзон 3. А, Форс, всё-таки. Ну, видишь, они развивают. По-моему, раньше это была шоссейная гонка. А, теперь... Ну, я не уверен, на самом деле. Вы, я... Как-то вот Xbox... Но, во всяком случае, не акцентировали раньше внимание на внедорожье. И действительно, да, будем кататься по Австралии. Так что аккуратнее, а то можете сбить кенгуру. И сейчас команда разработчиков представит нам геймплей. Будет кататься на BMW M4. Смотри, у неё Карен написано на номере. Слушай, мне кажется, нам тоже нужно приобрести такое кресло. Я надеюсь, что он не прикован к нему. О, Майк Тайсон. Понимаешь, как ты вчера издевался? Да, да. Ламборгини. Запомните, Ламборгини, а не Ламборджини. Я вижу, что они пытаются повторить, знаешь, когда три ведущих на разных машинах едут. Это здорово. Не только на разных машинах, но и, видимо, один играет на ПК, второй играет на Xbox. Третий, ну, 50-50. А Карен неплохо сейчас, знаешь, вошла в поворот. Едет по встречке, рискует. Ещё бы, она же на лобу-тенах. Воу! Что там делал вертолёт? Слушай, несмотря на то, что картинка у нас рассыпается, но действительно игра выглядит очень красиво. Да, уже, по-моему, были видео из этой игры на ютубе, или это предыдущая часть. Виндовс 10, как это нравится. Но выглядит действительно здорово, если у фанат гоночных игр, то... Единственное, что вот в той форце, которая уже доступна, в ней не было поддержки руля на ПК, но, видимо, добавляют. Билл пригласил кого-то присоединиться к нему. Включается кооперативный режим, мы видим, что есть возможность переключить вид. Кто-то ездит с видом из кабины. Наверное, девушка. Ну, слушай, это прикольно сделано. Люди, наверное, понимают, что взятые из топ-гира, когда там все на разных машинах едут, и надо, типа, в одно время доехать оттуда-то. Причем ты обратил внимание Билл, или как его зовут, не обессудьте, пригласил свою коллегу, и доставили автомобиль-транспорт прямо на вертолете. Да, да. Но он вот искал, что типа, деливай, а у меня парень. Слушай, ну выглядит действительно круто. Чем-то напоминает атмосферу игры Test Drive Unlimited. С примесью Need for Speed'а. Да нет, она мне что-то даже другое напоминает какие-то ранние гонки от Майкрософта. Я просто не помню, как они назывались, потому что они еще в конце 90-х выходили. Это действительно круто, блин, и в эту игру я бы поиграл с большим удовольствием. Давно, давно классных таких полуаркадных гоночек не было. Да, это именно Аркада. Horizon 3, у нас есть две серии. Я когда вижу, как Ламборджи не едет по пляжу, я все-таки рискну предположить, что это будет Аркада, но я вот, наверное, буду меньше предположений озвучивать, потому что я уверен, что у нас большое количество фанатов Фуорца и Майкрософта есть в стране. А я, к сожалению, немножко вот именно не в теме. 27-го числа выйдет. 27-го сентября. И сразу новый анонс. Да, кстати, многие вспомнили игру Crew. Согласен. Похоже. Игра Мэк. Надо отдать должное ребятам с Макрософт. У них стильная презентация, сцена, музыка. Пока в техническом плане, музыкальном и дизайнерском лучше из того, что мы видели. И по наполнению. То есть они не стоят на сцене и не говорят, как они гордятся всем подряд на свете, а просто показывают. Делают дело. И заметь уже, в которой игра мы видим геймплей, а не просто модный трейлер. Другое дело, что есть игры, в которых модный трейлер лучше было бы показать, чем геймплей. Впрочем, ладно. К игре Мака это не относится, конечно же. Она великолепна. Похоже на Borderlands. А не называется ли она Дункан Хэви Гитлер? Гитлер. Только что было другое название. Нет, все-таки, наверное, это Мак. Мак? Возможно. Сочтите за невежество, ребят. Я, к сожалению, не слышу про это игре. Впервые вижу. Нам демонстрируют разных персонажей. В Тансе, собственно, все. А, рекор игра. ReCore. Отлично. Survival starts in the core. В сентябре выйдет. 13-го, по-моему. Даже трудно предположить, что это такое. Это может быть как... Шунтер. Как Батт. Ага, Хаджиме Табата. Табата нам сейчас расскажет как раз. Шутер это или нечто другое. Я просто... Если это еще один Авервотч, то это... Так, прости, нам не расскажут про рекор. Мы сразу начнем с Final Fantasy. Ничего страшного. Уже 15-ая часть, да? В финалке. Первый демон на Xbox One. Коллега Мэтт сейчас будет демонстрирует нам кремовый процесс. Расскажет нам про демо. Ну, по всей видимости, нам сейчас покажут грандиозную баталию, схватку с боссом. Боевочку. К нам присоединятся. А, нет, просто боевая сцена в виде трейлера, да, да, да. Да нет, подожди, рано еще. Триал оф Тайтан называется глава. А, нет, смотри, опять геймплейский. Я подумал, что покажут только кино про схватку с этим боссом, а показывают геймплей снова, и это здорово. Ну, слушай, Final Fantasy никогда еще не был таким эпичным. И сексуальным. Нет, сексуальным он был всегда, но... Да, это музыка. Давай помолчим. Ни одному эта мелодия напоминает Скайрим. Да, да, в точку, коллега. Но об этом чуть больше. Держи. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не слишком следил за последними выпусками Final Fantasy Насколько я понял, сюда подвезли реал-тайм боёвку в стиле Dragon's Dogma Я слышал о такой игре, но также я справа увидел менюшку Tactical То есть можно будет переключаться и на классические тактические бои Выбор это всегда здорово Да, это было круто И в сентябре уже игра выйдет Так что спасибо за просмотр и желаем вам хорошего дня А я не обратил внимания, это не эксклюзив, да? Дестони? Юбисоф? Не понял Но это дополнение к Дивижину, нашему любимому Так что приготовься, Илья Скоро мы с тобой будем покорять подземку Они прям столько информации дают такой промежуток времени, что я даже не могу А, ну это просто сначала на Xbox, как и многие игры 28 июня Словещие туннели ждут вас Дали бы передохнуть, обсудить Я буду записывать то, что они показывают Война Война никогда не закончится Том Клэнс из The Division Underground Первый экспэншн, первая DLC Про подземных людей В трендах стараются быть Ну что же, представитель компании DICE сейчас на сцене Еще, посмотрим на Battlefield Ну, естественно, почти все игры выходят сначала на Xbox Где-то за 3-4 дня до релиза на остальных платформах И я рада за то, что мы создали Это действительно эпик-варфер И это могло только быть испытано на дне вселенной войны Время войны Battle 1 Ну, в общем-то, он рассказывает о том, что благодаря этой игре вы сможете почувствовать, что такое война Именно на примере одной из самых интересных Война истории человечества И это будет игра на стыке тактики, стратегии и экшен Самая динамичная игра в серии Кроме того, погода будет меняться Подчеркивает он И специально для игроков Xbox Вы сможете поиграть уже 13 октября Так что задумайтесь над приобретением EA Access И вновь нам показывают трейлер Мы его видели вчера Но, тем не менее, приятного просмотра Вы получите псу Без Ahogy Все будет героев Уд Удив the сп Hyak Я думаю, что мой коллега меня поддержит На данный момент самая пушечная, эффектная игра По выставке Е3 Нет, я изменил свое мнение после Final Fantasy XV Эх ты Там били огромного великана Теперь мы знаем, чем можно привлечь Илью Мы можем изменить этот мир, поют в композиции Battlefield, если каждые 5 минут показывает трейлер Battlefield, то он надоест рано или поздно, понимаешь? Я вчера увидел достаточно, я и так заинтересован этой игрой Я, кстати, это будет первая игра серии Battlefield, где я буду очень много летать, мне кажется Прям сразу залезу в самолет и больше не буду изменить Xbox Live, дабы наши игроки соревновались между собой Не программу, а сеть, прошу прощения В общем-то, теперь пойдут еще больше инвестиций в эту сеть, чтобы ускорить ее, чтобы она работала лучше Одним словом, данный функционал получит свое развитие И, конечно же, главная фишка — это кросс-платформенность Я напомню, что вы сможете играть с вашими друзьями, не важно, у Xbox вашего друга или ПК Не знаю, будут ли поддерживать это все игры? Пока нет, но мы уже слышали, что Gears of War 4 будет поддерживать Потому что я бы хотел поиграть в Battlefield против консольщиков Хитрец Можно выбрать любой регион, не будет никаких ограничений Очень похоже на презентацию Sony, когда они презентовали PS4 Не забываем про мобильные приложения, поддержку мобильных устройств Но это хорошо, потому что я помню, как я месяца два назад пытался в Xbox Live деньги закинуть, и это заняло у меня 8 часов И вот... Clubs on Xbox Live Видимо, социальная сеть для геймеров Что-то типа команд в программе Cures, по всей видимости Сможем теперь объединяться в клубе по интересам Слушай, ну это здорово Я бы вступил в клуб Destiny Или... Нет, Destiny, прости, только на PS4 Откроем Division Legends, Bibi Дивизион, да Будет легче искать себе пати для различных игр Вы можете смеяться, но на самом деле на консолях это довольно серьезная проблема Потому что в Destiny люди в контакте, в группе ищут себе пати Потому что ненормального чата, ничего, так что это очень важная тема Вот и в Майнкрафте сможете себе друга найти Так, и новый модуль Arena для Xbox Live Если хотите стать киберспортсменом Завязан, да, на соревновательных дисциплинах То есть теперь отныне вы не только ачивками будете хвастаться, но, видимо, будет возможность похвастаться более подробной детальной статистикой Ну, это тоже радует, тем более, что будут проводиться, видишь, разные турниры по танкам, хизи, чемпионаты Я думаю, что люди, которые будут выигрывать, куда-то будут ездить, участвовать Это очень здорово, это не только развитие консолей, это развитие киберспорта Например, Arena будет в FIFA, и как знать, может, мы будущий чемпион Спасибо большое, что вы заслужили Теперь вам не надо будет искать чемпионаты какие-то в сети Просто турниры прямо в Xbox Live На сцене Лидия Уинтерс Команды, видим, по разработке игр Майнкрафт Поддержки Ее напарника зовут Сакс Ну, опять про кроссплатформинг Теперь все Кто играет в Майнкрафт на iOS Кто играет, ну, на планшетах Даже мобильные устройства поддерживают Класс Теперь смогут все вместе объединиться в этом райском мире Под названием Майнкрафт слиться в экстазе Так что можете уже хайпить потихонечку по этому поводу Слушай, зануда, наверное, восторгивают Надо мне тоже на iOS установить Будет Майнкрафт Так что теперь вы можете играть в Майнкрафт где угодно и с кем угодно Я бы поиграл с этой ведущей В Майнкрафт Как рот у нее какой-то странный Да, безусловно Конечно Смотри, даже в этой игре есть лошади Даже круче, чем Battlefield 1 Так, Сакс зашел на север Видимо, с мобильностью Катается на свинье А вот и Сакс Нашел 15 даймондов Как это мило Телочка из Майнкрафта была написана Над ее персонажем Как же горит здорово вернуться в мир И увидеть, что в мое отсутствие построили мои друзья Чувствую сарказм в твоем голосе Неужели ты в детстве не играл в Лего? Это же классная тема Это дословный перевод того, что она сказала И, наконец-то, поддержка виртуальной реальности Как тебе там? Ты как в настоящем мире Все такое квадратное, класс Слушай, Кармак-то Поднялся Раньше Квейхи делал А теперь в Майнкрафт играет со шлемом виртуальной реальности Но он больше не в ID, поэтому может себе позволить Представляешь, сейчас уровень изусу И он сейчас будет строить прямо в шлеме виртуальной реальности А нет, просто путешествовать Смотри, они в подземелье построили голову дракона Денис Да, 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 Илья, я видел Страшное зрелище Это не чудо, что все эти девайсы играют друг с другом На одном сервере На самом деле мы шутим, это действительно чудо Представь, мне лень сидеть перед компьютером Я решил отдохнуть, пошел в спальню Взял свой телефон и играю с тобой в Майнкрафт Ночью И мы строим эту голову дракона вместе Посмотри, какой город Я думаю, что Кармак последние лет пять своей жизни потратил на то, чтобы по строительству до этого мегаполиса Классные колодки, кстати Ну, на сцене они у нее не такие впечатляющие В общем, ребята, вы сможете присоединиться к этому празднику жизни уже Погоди секундочку, я должен скахать, это же важно Это не просто зомби, это пришельцы Это пришельцы И они, смотри, они А как же сердечки? Возможно, они Новые враги И вот приехала Люди в черном появились Они воюют с пришельцами вместе А вот и босс Инопланетный голем Сейчас они попробуют взорвать его с помощью динамита После трансляции Microsoft наверняка будет реклама фильма «День независимости» Надеюсь, вам понравилось Это всего лишь первый шаг к большому будущему Осенью выйдут все эти апдейты для Майнкрафта Мы работаем, покладаем рук Будем выпускать новые дополнения к игре И в сентябре, видимо, стоит очередное мероприятие В рамках которого расскажут О результатах проделанной работы И о новых планах Я поставлю плюсик Во-первых, они очень мило волновались А во-вторых, у нее просто офигенные бедра Может, и один это заметил Кому игры, а кому Ну, прости, я уже вырос из Майнкрафта Я должен, наверное, признаться в том, что я не сильно заинтересован Уж извините, зрители, которые любят Майнкрафт Это не значит, что я плохо отзываюсь о Майнкрафте Просто я не игрок в Майнкрафте Зато честно Я бы с радостью, возможно, попробовал бы Но пока не готов Или уже не готов Так что я смотрел на какие-то сопутствующие вещи И рад был увидеть бедра Так, и... Что мы видим? Кастомизация геймпадов Сотни цветов, тысячи А почему вы пишете имя моей девушки? Она, между прочим, даже чем-то похожа была Так что не надо тут Так, Ле, готовься Это может быть Quantum Break 05 У меня будет бесплатный ужин От разрабатчиков игры Limbo Нет, расслабься Какой-то депрессивный мир Неужели это Half-Life 3? Half-Life Начало Внутри Inside 29-го какого месяца? До июня уже через меня 16 дней Слушай, ну здорово выглядит Интригующе Великолепно Вы знаете, я играл в Inside И... Это офигенная игрушка И я прям дождаться не могу Ее выхода И вам всем рекомендую Поиграть на выставке И да, в связи с выходом Новой игры Inside Limbo будет Доступен для всех Совершенно бесплатно На Xbox One Здорово Так, у меня отставание Видимо, секунд десять добрых Поэтому я не буду переводить с твоего позволения Только ты сегодня Хочешь трудиться в этом плане Потому что мы иначе Никогда не поймаем Хитрец Ну, не получится у нас с тобой поймать этот момент Когда мы одновременно можем переводить Потому что я подстаю У нас уже мультики показаны Ну, он решил показать там Типа все игры, которые выйдут Ну, вот эти бесплатные инди-проекты Либо полубесплатные Ну, за копейки в лайве All Last 2 От Red Barrels И Deliver Us to the Moon Вот я, кстати, эту игру очень жду Ну, да, если это не крупные проекты Но достойные внимания Потому что Все-таки ААА Они на консолях слишком дорого идут И Иногда нужны просто игры за 700-1,5 Максимум, тысяча рублей Стерди Уали, кстати Был показан Очень неплохая игра Hand of Fate Потрясающая Смесь RPG и карты И игра Raiders Которую я Признаюсь, вижу впервые Everspace Есть какие-то игры для детей, безусловно Если вы хотите купить консоль своему отпуску Помимо Майнкрафта Там будет еще Что-то интересное Так что Xbox Не так плохо Да, Кюллинг тоже Будет на Xbox Как раз говорится о том, что многие инди-игры продаются с огромными тиражами И вот игра Ark была продана более чем миллионным тиражом и тоже выйдет на Xbox Да, очень-очень популярный сурвайвл Я правильно понял, поправь меня Если я ошибаюсь, сейчас речь идет про некое подобие Greenlight Когда игроки могут играть в игры еще до выхода Да, вчера же был еще от кого-то Greenlight Тальше от электроников, по-моему Здесь тоже говорят про свой вот этот ID Xbox Где, ну это Independent Xbox И соответственно Внутри этой программы Там есть и фидбэк от пользователей И все Что может помочь разработчикам Так, в студии Compulting Games Там была цитата Льва Толстого Но, к сожалению, не успел я его прочесть Но мы знаем, что разработчик-то он может быть на словах-то Лев Толстой На деле грош простой, так что О, Господи Внутри Очень опасно, отступать тебя外 из верхнего запрения О, Господи О, Господи О, Господи О, Господи О, Господи Мне просто pick the joy Мои Я должен... Перси! Перси! Что ты делаешь? Никто не видел тебя за часы! Ох... Нескать к гриндстону, ты знаешь... А почему я слышал, что я слышал одну штуку через дверь, после 10 часов? Ты забыл, что мы имеем в дебилдейский праздник? А мы должны идти на дебилдей? Правда... Бриллиант! Конечно... Это было бы не так, что было бы не так. Ах, не так, как макар на драке. Ну, давай, тогда, закончись. Ух... Ух, только несколько еще письма. Я знаю, что ты очень busy. Тогда не дайте слишком долго, чтобы закончить. Ну... Я надеюсь, что ты в конференции, в конкурсе. Не думай, что ты не хочешь отпечатать в пиняте. Эмм... Где ты идешь? И сначала эта игрушка выйдет на Xbox One. Пока действительно очень похоже на Bioshock, но мне почему-то кажется, что... Это не будет шутер, это будет что-то вроде... Игры, где надо... Ходить. И решать... Или просто ходить. Или просто ходить. Просто спросите доктора, и он подчеркнет тебя прямо. Если бы ты уйдешь. Ха-ха-ха-ха-ха. Но, смотри... Есть какие-то вещи, которые будут делать. Ха-ха-ха-ха-ха. Их ты! Вы практически не пропустите пиняту. Это самый правильный спецкий цель. Уоткл-цакк сделал весь шаг об этом. Ты пукл это сбежишь, пока все это зажает. Давай, пиняты! 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 Я не знаю, что он сделал! Пиняты! 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 Пиняты, пиняты! Пиняты! Надо делать! Пиняты! воздействием сильных наркотических средств в данном случае они просто лупили крысу отверстия горит тячу отпускать начинает вот еще одну скуши в общем такой стильный хоррор веселый да еще и подраться довольно упоротный надо сказать выглядит любопытно но пока странно что именно это заслужило 4 минуты почти но выглядит очень любопытно меня прям заинтриговал обычно именно такие игры они становятся прорывами года и вот что-то от cd project от cd project но почему-то сказали про инди проект карточная игра это как раз то что я и хотел увидеть я думал что это будет чуть позже но уже сейчас please welcome from cd project red и дизайнер дэмиан монье лид дизайнер на сцене так ну зато у нас сейчас будет прекрасная возможность сравнить что же лучше skyrim джинс или новая игра в мире о прости ялд скроллс нет ничего лучше чем сидеть в таверне в картишке и в общем им приходило куча писем чтобы они сделали гвинт отдельной игрой чтобы можно было играть в онлайн с друзьями так что мы вас послушались друзья мои выпустили при этом вложили всю страсть свою в разработку так что разобраться в этой игре непосредственно в третьем вечере я научился играть френдер к тебе потом обратиться с вопросами слушай как у беседки у них будет одиночная кампания ну это и в хэрдстоуне есть я думаю что они еще будут потом дополнительные приключения продавать тем более что здесь как и в хэрдстоуне в леджинс все карты именные с персонажами из игры так что можно разыграть довольно интересную ситуацию у вас по 10 карт самого начала игры но не считая бонусов когда поставив карту может добрать себе две из колоды или при победе определенные одна из фракции себе добирают одну карту соответственно надо разыграть эти 10 карт так чтобы выиграть с одного раунда тут есть представление карта три ряда дальнобойная средней дальности ближнего боя есть карты дебафов которые замораживают линии в общем идите на сайт gwint.com чтобы зарегистрироваться для закрытого бета-теста который будет в сентябре 2016 года поправлю тебя play gwint.com так что увидимся за столом за игрой в карты и бандай намка обрывается я очень как гвинт это супер вообще 10 из 10 ну что же нас ждет новый файтинг кожу 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 меня бандай намка представляет я 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я даже сначала перепутал Забыв, что Street Fighter уже был в этом году Может это какой-то спин-офф, но просто очень похоже на Street Fighter Таким, стрит-файтер-эдишн? Боже мой А таких мультиков дети попадали в прострацию Эпилептические прибатки Это были покемоны Так, и тайтл? Да Текен 7 Первая половина 2017 года В первом квартале Мне всегда казалось, что в Текене клевые персонажи Всякие девчонки, убийцы Зацени косплей Пиратиста, а тут какие-то два деда дрались две минуты Ну да ладно Я позволю тебе переводить С японского Хорошо Текен 7 не просто игра человек против человека Но это еще и интересный стори-мод Я надеюсь, что все вы очень взбудоражены Инфе, которая скоро будет предоставлена вам Так что ждите А сама игра будет улучшена в начале 2017 Еще одна новость Золотым членом Xbox Live мы дадим Это так, турнамент Я не знаю, что это такое, к сожалению Спасибо, говорит Удачной недели Ну в общем, игра только начала разрабатываться Поэтому нечего особо сказать А вот это уже выглядит интересно Смотри, типа снег пошел Класс Может быть сейчас я и выиграю свои бесплатные А, нет, увы Это Dead Rising Напомню Четыре или пять? Четыре, по-моему Третий был уже Четыре или пять Фрэнк вернулся Наверняка с новым кооперативным режимом А ты отказываешься со мной играть В третью часть Dead Rising 4 Я подожду это Я подожду это, ты посмотри Тут Рождество, чувак Ты представь, как можно угорать в рождественских магазинах Стреляя из пушки Потом, блин, это уморительно То, что я сейчас вижу Вот в эту и будем играть Нет смысла играть в старые Когда выходит такая новая часть Посмотри на его молот Коллега, я тебя уверяю Ничего не изменилось с момента выхода первой части Лишь больше фана, да Ты просто заболел игровой импотенцией Тебе даже в Final Fantasy XV не понравилось Понравилось? Понравилось? Кто тебе скажет, что не понравилось? Я буду играть? Он в конце, как Джон Маклэйн, поджег все Ну и на праздник 2016 Под 25 декабря Так Что нам расскажет Шэнон? Геймерсно гейминг Это все о моментах Помнишь, что у тебя был адреналин? Когда ты взялся тысячи метров Прямо мутантом, инфестированной городе? Или выживаете Брюкеный сердце После смерти Ори и Блин Форест В общем, рассказали о том, что Какие хорошие игры вышли до этого То есть в Клантом Брейк, Ори И говорит, что мы будем продолжать С разработчиками Сотрудничество 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 В общем, объясняет, почему та или иная идея крута Типа Киллер Ангстинкт Пусть и классический, но добавляет какие-то новинки Игра, которая до этого была про рыжую девчонку Так вообще ничего подобного раньше не было Так что играйте, наслаждайтесь на консоль На винде 10 Скейлбаунд А теперь геймплей для самого нашего большого релиза 2017 А как игра называется? Скейлбаунд? Да, скейл Я не с 7 раз слышал И вот Собственно, я реализовал свою идею Сегодня я вам покажу игровой процесс Битва с Нет, боссом с боссом С самым огромным боссом С величным драконом, наверное Да-да-да-да-да-да Я обожаю такие ништяки Давай, покажи Вау Холи Макарони Так, по всей кооперативный режим будет Слушай, Final Fantasy 15 уже не выглядит так здорово Угу Крутые подростки С наушниками Эм, как мы будем делать это? Так, кооператив вплоть до 4-3 игроков Возможно, здесь то же самое, что и в Final Fantasy 15 и в Dragon Dog'е Но пока 3 не сперзут Но буду надеяться на честное Похож парень на Данте Он в воде! Он в воде! Он в воде! Скейлбаун также будет доступен на платформе Xbox One И на персональных компьютерах под управлением Операционной системой Windows 10 Раз, два, три, четыре Четыре человека По семь По семьдесят помогали его От 70 до 130 То есть есть какой-то класс, который больше дамажит Слушай, что за наушники такие Красные, прекрасные, классные По всей видимости, не такие уж и крутые Раз играть можно и без них Ну что еще надо? Огромный босс Харизматичные персонажи Юморные фразы Юморные фразы Что, вторая фаза? Нет Но оно еще вернется Возможно, уже совсем скоро Это их пэты, наверное, да? Ну, прискакали они сюда точно на пэтах А вот теперь можно и наушнички натянуть, а? Я не пойму, почему в чате так много смайлов Resident Sleeper Вы что, это же 10 из 10, смотрите Битва с таким эпичным боссом Да еще под музыку Ну, в общем, вот эта игра Это, типа, самый главный релиз будет для них Самый ААА Так что, видимо, в этой игре что-то есть Потенциал не слабый Смесь Bayonetta, Devil May Cry Dark Souls и Крастер Потому что Очевидно, что здесь еще будет какая-то мультиплеерная составляющая Я все-таки Надеюсь, что остальные игроки тоже игроки, а не NPC, как в Dragon Dogme Или финалки Ну, смотри, тут геймплей сочетается не просто стрельба и драки, но еще и КТЕ моменты То есть появляются кнопки периодически на боссе, которые надо нажимать Ты знаешь, я не против КТЕ Привносят разнообразие Ну и вот Они нашли способ, как дамажить, наконец И завалили этого краба Или нет Мне показалось, или они объединились В одно целое Ну, довольно Они прыгнули, как Power Rangers Такие знаешь, в конце Было круто Погорэнджер И потом Что ты сделаешь с бронзовым сейлором? Битвы пиратов? Морские сражения? Приключения ждут вас В игре под названием Игре под названием В эксклюзиве для Xbox И Windows 10 Под названием Вот черт, интрига-то какая Майкрософт-шип-симулятор Возможно, это Борьба с пиратством Майкрософт-шип-симулятор Сиглплеер или мультиплеер? Не знаю Много проектов Много интригующих проектов Которые могут оказаться Как хорошими, так и очень хорошими Вы сможете жить пиратской жизнью В свободной пиратской жизни Это приключения С вашими друзьями Где вы можете изучить Этот огромный мир Встретить сказочных Существ И вот даже геймплей нам продемонстрируют Молодцы, Майкрософт Молодцы Пока еще ни одного Проекта не представили без геймплея Более того, играли все время на сцене Ну или хотя бы делали вид Мы поставили их в три крюса С нету туториалов И смотрели их Сет-сейл Это их история Собственно, отправили игроков Без какой-либо подготовки Без тренировок Разбив на три команды И наблюдали за ними Вид от первого лица Возможно, это лирик играет Не знаю Похоже, знаешь, на Гансов и Карус Только в море Вот и вторая команда Только нашли корабль Вот это толстая Саша Спилберг Там была такая Американская Они внизу, внизу, внизу Мы спрятали Куда ты идешь? Куда ты идешь? Куда ты идешь? На дальнейшем На дистанции Мы его пили? Слушай, можно пиво пить, ты прикинь Отыгрывать настоящего пирата Смотри, тебя даже колбасит Знаешь, знаешь, чем хороша реальная жизнь? Что там можно пить пиво без этой игры Ну да ладно Кто-то свалился Когда же они встретятся? Хочу посмотреть, что произойдет, когда корабли сойдутся Сражение Я надеюсь, они уже прочистили стволы Так На горизонте появился вражеский корабль Баба на корабле От них добру Их команда наверняка пойдет ко дну первой Слушай, отличные ядра Настоящие пираты должны это знать Почему еще никто не сделал этот звук Типа Ахой, пираты Слушай, ну выглядит очень весело Да А как же взять вражеский корабль на абордаж Так, у нас пробойная Можно залатать Вот не знаю, Денис Пока они заколачивают Скажи мне, что тебе больше понравилось? Что тебе показалось более милым? Майнкрафт Или глава дракона Слушай, мне вот эта игра нравится Я думаю, что она способна Я люблю корабли Я люблю пиратов Я просто Я играл в игры с похожим геймплеем Тот же самый Гансов и Карус И еще одну игру название, которую я подзабыл И я могу сказать, что такие вещи они увлекают Ненадолго, но увлекают Главное, это веселая компания Друг мой Да, обязательно Вот эти ребята были веселые Им было действительно весело Да Дружно латали Пробойная Шхуня Ну, это точно Эксклюзивный эксклюзив Зомби Возможно, еще один трейлер Игры Dead Rising 4 Да хватит Я думаю, что нет Что-то новое Тоже в кооперативе Заметь Новеяна, видимо, фильмом Добро пожаловать в Замбиленд Соответствующим сюжетом Возможно, это новый Left 4 Dead State of Decay 2 Да Да, вполне возможно Да, очень удивлюсь Если это не State of Decay Слушай, а в State of Decay Да, это он В первой игре Был мультиплеер? Или так и не завезли? Ну, она выглядела Очень отстойно Поэтому я даже Качать не стал Ничего не могу сказать Она же вообще Какая-то убогая Была с видом Сверху, по-моему Или я путаю что-то Никто не сможет Выжить в одиночку Нет, она выглядела Абсолютно так же И мультиплеера там не было Игра по зомби Без мультиплеера Ну, мы пока еще не знаем Там расскажут А я и перепутал с этим Зомбойдом Зомбойд, да Бит сверху И там был Садерство Допилили Сравнительно недавно И еще один эксклюзив Ну, это уж точно С Quantum Break Ну, ну Нет, дело Там Clancy Ghost Recon У меня просто на 10 Случай, что похоже Нет Нет, коллега Это эпичная музыка Давай посмотрим Halo Это Halo Halo Wars 2 I know the darkness From inside Reckless rage And poison I know the weakness I know the pain I know the fear We do not name We do not name And the one who comes to find me When my time is through I know you I know you I know you Но я так понимаю Это единственная игра Геймплей Которая нам не похожа Как только снимать Да? Или все-таки Ты знаешь, геймплей На самом деле Не так интересен Но Ладно, не буду торопить События Слушаем После 7 лет С момента выхода Первый Halo Wars Большинство Вопросов было О том, когда же Продолжится приключение Видимо, данного героя И, к сожалению Будет новый злодей В игре Который будет представлять Угрозу, которой Мы вообще еще пока не готовы Ну и выйдет все это 21 февраля Не скоро Но если вдруг Вы участник выставки Вы сможете поиграть в эту игру И бету стартуют С сегодняшнего дня На Xbox One Так что если вы счастливый обладатель Как не ты Не ты Я не претендую Я все пытаюсь догнать Трансляция Но она все сильнее Отставать начинает С каждым ММФ 5 А вот и кадры Геймплейный трейлер Трейлер выглядел Более впечатляюще Наши алисты База вверх Ну, не знаю По мне Так особой разницы Между синематикой И тем, что мы видим Сейчас нет Просто там было Замедление времени А здесь Они бегают В реальном По-моему Очень Будем ждать Когда ты дашь мне Xbox, чтобы я Пробовал эту бету тоже Рассказывает про историю Первой коробки Первый Xbox Что позволило образовать комьюнити Любителей видеоигр Сейчас Мы видим У нас Немного Геймплейного 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 А мы уж постараемся Сделать для вас Этот мир Красочным Интересным И доступным На любых девайсах Опять говорится о кросс-платформинге О том, что мы больше всего переживаем о людях Которые играют на разных На разных девайсах Хотим, чтобы они наконец объединились Игра без границ Вот основная идея Пресс-конференции Компании Microsoft Ну и, конечно же, фишка Если вы покупаете игру на Xbox One Она становится у вас доступна Вы можете бесплатно ее скачать на ПК Под управлением Пресс-конференции С Windows 10 С PlayStation играть С обладателями Xbox Раз они так любят Кросс-платформин Ладно Так что, ребята, напомню Что с сегодняшнего дня Мы анонсируем Новые Фишки для Xbox Live И, конечно же Новую консоль Xbox One Xbox One S И, кстати, про геймбады Они будут работать и с предыдущими Версиями приставок Как и все игры И все остальное Поддержка VR 4К Как и обещал И сейчас нам расскажут Чуть больше о производственном процессе Когда мы думаем о будущем Xbox Для нас в первую очередь важны инновации и развития Это консоль без границ Это новые технологии, в которых мы нуждаемся Говорит тот Когда я увидел технические характеристики этой штуки Я вот Вот такое лицо у меня было Он не сказал Тот Хорд сказал, что чтобы его картина оживали Ему нужен холст Такой как Xbox Разработчики будут довольны А уж геймеры как будут довольны, поверьте мне Высокое разрешение Высокое разрешение 120 ВПС Представлять игры в 4К Это будущее Которое уже наступило Никто ведь раньше не играл никогда в 4К 60 ВПС без компрессии Безумие Ребята, вы станете частью игры И вы знаете, на этом мы не собираемся останавливаться Мы можем еще лучше сделать И даже 120 С2 Давно вы мечтали сделать Fallout 4 доступным для обладателей системы виртуальной реальности И именно Xbox даст вам такую экспериенс Это не значит, что мы оставим Xbox One behind Все, что мы сделали для Xbox One, продолжим работать Мы добавляем к способностям Xbox One и Xbox One фамилии Windows сказал, не переживайте, старую консольку мы не бросим, по-моему Хотя я не очень понял Ну, предыдущие идеи найдутся в своем развитии и в последующих наших проектах 8 ядер Очень много гигабайт оперативной памяти 2 терабайта жесткий диск Это монстр Это монстр, друзья И что? Да? И GeForce 480 Проект Scorpio Самая мощная консоль За все время Но я проспорил Я помню, что Atari и Jaguar был неплохо Ну что же, ребята, это новый шаг в развитии Новый шаг в разработке Это действительно, на данный момент, самая мощная консоль Я просто хочу спросить Чат, вы боитесь этого монстра? Вам не кажется, что Microsoft слишком торопится, что он может захватить действительно мир, как Sky на свое время? Это же практически, это даже не монстр, это искусственный интеллект Такие безумные технические характеристики Я еле усидел в кресле Вспотел, наверное Отпустить такого монстра себе домой Я даже не уверен Обалдеть, ты представляешь, контроллеры будут актуальны для всех консолей серии Xbox Иди ты Да я тебе серьезно говорю, ты мне не веришь Это монстр А ты знаешь, что внутри этого монстра? Боюсь открывать, чтобы не получить облучение от ядерных реакторов Реакторов, да В количестве восьми штук В общем, ребята, это мир, который полон возможностей для вас Мир без границ Для вас, для геймеров Видим вновь Forza Это уже был кадр из игры, по-моему, Ghost Recon Ваши друзья Final Fantasy Ваш путь Ваши драконы Да, да, игра про таблеточки Мне кажется, она вообще уморительная будет Я ее прям жду Ну что, я так понимаю, что сейчас будет просто ролик из всех игр, которые показали под музычку Блин, эта игра, вот эта вот, эта игра, она будет пушкой, я уверен Ну, вот та, которая про упоротого Она просто отлично выглядит Что я хочу сказать, друзья Мы все помним прошлую презентацию Microsoft Это было ужасно Это была конференция, на которой нам показывали, как смотреть на приставки спорт и кинцо И, видимо, поняв, что они проиграли полностью консольную войну Sony Они решили, во-первых, апнуть свое железо Ну, потому что, действительно, 720p, там, 30 фпс Это было совсем не солидно Я видел, как выглядят игры на Xbox One Они практически как на 360 смотрелись И я не вру, это абсолютная правда И сейчас они решили показать, что не только железо будет обновлено Но консоль еще и для игр То есть они показали вообще Все, свою презентацию построили На играх, 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 играх Была куча игр, даже, наверное, те, которые можно было бы не показывать Но игры, 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 игры И мы, наверное, увидели самую быструю, самую стремительную Самую насыщенную из презентаций за все время Так что спасибо вам за просмотр Пресс-конференция компании Microsoft